Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам Всё зависит от нас самих, всё зависит от нас самих Ничего в мире нет такого, что не подвластно было в нам О нас сегодня сложилось мнение, что, ну, не только мнение сложилось, это так на самом деле есть У нас очень низкий процент явки на выборы. У нас очень большой процент просто протестного голосования. Протестного. Против и все. Почему против? В чем вопрос? Или так, как в Тольятти было два с половиной года назад, а не в декабре 2011 года, если брать политический респект, тогда условно правый край, левый край, политический респект, а партия будет. Они проголосовали за условно левый край, выборы мэра, они проголосовали совсем за другой край, за гражданскую платформу. И люди, в том числе, я еще работаю в Мордовии, и я не понимал это. Это что за позиции людей, когда они в течение трех месяцев качаются из одного края в другой край. И когда, в том числе, в прошлом году проводились выборы городскую думу в Тольятти, я задавал людям вопрос. Скажите, вот почему так проголосовали? Там те же рабочие автовазы говорят, а мы проголосовали за партию, которая защищает интересы рабочего класса. Я говорю, ну, а вы слышали, что в Думу носился закон продлить рабочий день до 12 часов? Ну, вроде слышали. А вы знаете, кто это делал? Молчали. Кошкинцы, знаете, кто это делал? Я думаю, кто-нибудь знает, только Санкт-Петербург, это тоже Кошкинцы. Вопрос. Прохоров. А? Прохоров. Прохоров. Кошкинский. Прохоров, правильно. Это гражданская платформа. Руководитель гражданской платформы. Когда ты им говоришь, что эта партия хотела, чтобы у вас был 12-часовой рабочий день, без согласования. С профсоюзами, без согласования. И так далее. Дать возможность закон. Для них это откровение. Или я проголосовал за справедливую Россию. Спрашивал, почему? Эту партию возглавляет Путин. Сейчас же говорят, Путин другую партию возглавляет. Да нет, вроде бы и тут. В общем. Ну и так далее. И вот такая ситуация, такое ощущение, что люди дезинформированы. Людям, используя разные черные пиар-технологии, это черные технологии, настолько, скажем, ну скажем, на уши лапши навешали, да, что человек уже даже растерялся на все, теряется на все. И поэтому очень часто получается вот тот итог, который мы сегодня имеем. В ней не ту сложилось, что многие люди, понимая, что запутываются, он вообще решил не ходить, не ходить и вообще не голосовал. Или если пошел, просто голосовал против всех. И, к сожалению, вот этот момент, он стал для нас большим минусом. Большим минусом. Потому что у нас нет того представительства в Государственной Думе, как, например, у того же Татарстана. У них 16 депутатов от партии власти, а у нас в 4, там, в 5, в 6 раз меньше. А мы с Татарстаном, разница в избирателе, а в населении, разница совсем небольшая. У нас в итоге к нам оттуда отношения не очень, потому что с нами не считается, потому что мы там ничего не стоим. И плюс еще, потому что Даляки, например, Владимир Владимирович Путин тогда такую помощь оказал. Все считали, что все авторасы встанет. Все в такой обстановке, какая была ситуация на рынке и так далее. Путина было принято решение 76 миллиардов рублей. Ни одно предприятие в стране, ни одна отрасль таких денег не получил. Скоро получил один авторас, для того, чтобы его вытащить из того, с того, как он оказался, этот завод. И через полгода люди голосуют, практически плюнув, в спину, мягко говоря. То есть это тому, что было сделано. Любой человек, кто бы ни был, всегда оставляет определенные сады. Мы в том селе, Кошкинцев, потому что это не касается. А вот Путин Владимирович был три недели назад в Самаре. Он был в Самаре, в столице Самарской области, первый раз. Он в абсолютном большинстве городов, в абсолютном большинстве городов побывал по нескольку раз. Например, в Уфе он был шесть раз. В Саранске, в Мордоне, был семь раз. В Белгорода, в Липпе, девять раз. Девять раз. В Татарстане, ну, шепот, даже нет. Кто считает, больше двадцати раз, кто там, ну, двадцать раз будем считать. И почему у нас не у нас? А потому что мы как раз во многом, когда говорят, мне в коне корм, да? Ты говори, не говори, общайся, не общайся, делай, не делай. А, может быть, люди не столь благодарны, не столь благодарны. И тогда, всегда, если от этого можно, условно, приехать, в свое время, как Хрущевт приезжал в Саранске. Кто-то знает, не знает. Вот мы с Василием Ивановичем сегодня сошлись в одно. Я когда ему говорил, почему-то кукурузу на тебя не съели, что он, да я все пробовал, я все. Я говорю, Василий Иванович, так мы пробовали, когда-то давно мы пробовали все. А сейчас есть новая технология. Да. Выговорит, Николай Иванович, за кукурузу, как Хрущев. Я говорю, да, я за кукурузу, как Хрущев. А я считаю, что за кукурузу Хрущева надо молиться всем ограрием. Просто молиться. Василий Иванович, согласен справедливо. Говорит, я согласен, и я молюсь за кукурузу. Но был эпизод в его биографии Хрущева, когда он приезжал, и его, в общем, раскидали тухлыми яйцами. То есть это было такое. Поэтому вот эти наши разного рода, скажем, поступки, что ли, и вот эта протестность, голосование против, очень большой разброс голосов, банки, говорю, как пауки в банке, для нас важнее, может, не для кошкинцев, я говорю, это кошках, это не в том мире, я в целом на его характеристике области. И для нас значительно важнее борьба между собой, чем итог, что это дает для людей. Если брать тот же Татарстан, тот же Татарстан, он за последние 15 лет сделал рамок такой, что, ну, мой друг, вы граничите, да? Сорок, вам даже говорить, нам не надо, да? Или надо? Кто-то. А? Вот в Камышле мы были, там в Томсе, глава района, Татарин, там 85% проживает Татар, и он говорит, глава района, когда-то я родился там и переехал в Самарскую область. Мы переезжали, как в другое государство, в смысле, развитые, развивающиеся, строили, все тут было самое передовое. А сейчас, говорят, наши едут в Черемшан, и говорят, что съездили в Европу, а тогда, говорили, отсталое село, и с отсталого села переезжали в Самарскую область. А сейчас, говорят, съездили в Европу, там Ледовый дворец, там плаводиный бассейн, там все виды, даже Самары едут туда, для того, чтобы там с детьми, в общем, и так далее. А нигде я приехал сюда, в Самарскую область, в 2012 году мы не построили ни одного Ледового дворца. Ни одного. Татарстан построил 59 во всех районных центрах. Мы не имеем сала в Самаре, где можно было бы собрать более полутора тысяч человек людей. В Казани их все от пяти тысяч под крышей до двадцати тысяч. На любой вкус и цвет, на любое мероприятие до двадцати тысяч могут под крышей с операцией людей. Вот даже сейчас мы у вас встречаемся. Я в таких залах с таким количеством последний раз встречался восемь лет назад. Не в Самарской области, до работы. А все последние выборы, которые там проводились, я встречался в залах, где сидело полутора тысяч, до четырех с половиной тысяч человек. Во всех в том числе районных центрах. Это что за залы? Это залы, универсальные залы, где можно заниматься спортом, площадки, где есть стационарные места. И куда делается в том числе под углом? Некоторые делаются для специальных, для встреч. Дальше троста пять тысяч, надо четыре с половиной тысячи. Полторы тысячи уже сорвать мест. Но полторы тысячи сорвать мест – это совсем другое количество людей. Не надо никому стоять. И потолки, и ширина, и все, и вентиляция, и все там есть. Мы ничего из этого не сделали. У нас проблемы с общим самочувствием людей, с социальными болезнями, так называемыми, болезни которых характеризуют социальное состояние общества. У нас до сих пор идет рост заболеваемости туберкулезом. И в прошлом году у нас 30% увеличилось число людей, заболевших туберкулезом. По стране это было в 90-е годы. В 90-е годы был беспредел полный, не было ни работы, ни чего-то. Может быть, Саварская область не в той мере это ощутила. Но я знаю, что по Мордовии, какая была обстановка в начале 90-е, 90-е, 3-е, 4-е, 5-е. Это страшные болеводы. Это тоже было страшное. По всей стране рост туберкулеза. Потому что туберкулез считается болезнью ничьих или самых опущенных людей. Ну, в смысле, опустившихся на дно людей. И оттуда оно передается потом в более-более, скажем, в другие слои общества. Но в начале 2000-х этот процесс пошел вниз. И уже лет 6-7 назад, как эта тема закрыта, все, нет уже этой проблемы. В абсолютном большинстве регионов. Сюда я приехал, страшная проблема. И эта проблема усиливается. Вопрос, почему? У нас, мы одни из лидеров, и потом, может быть, отвечу. А мы одни из лидеров по наркотикам, по потреблению наркотиков. Одни из лидеров в стране. Мы одни из лидеров в стране по заболеваниям СПИДом. СПИДом. Одни из лидеров в стране. В ПАФО это точно. Даже сравнивать не это. И, если брать еще, психические заболевания. У нас в среднем, условно, на 10 тысяч населения, по статистике, у нас в 1,7 раза больше людей, болеющих психическими заболеваниями. Это тоже охарактеризует социальное состояние общества. Потому что это стрессы, это, скажем, неуверенность в каких-то вещах, это постоянное, может быть, напряжение, и человек не выдерживает. Когда я примерно то же самое говорил в одном из районов Самары, там уже потом она женщина, и мне говорит Николай Анжел, что абсолютно в этом счастье правы, вот я три месяца назад, мать отвезла, вот и называют причиной, почему мать отвезла. Мать отвезла в ту больницу, потому что она последние 4 года добивалась там правной, и в итоге, не добившись своего, она оказалась пациентом психиатерической больницы. Одна из причин вот этих вещей, это мы в Самарской области создали общество, где доходы населения, дифференциация по доходам населения, мы оказались после Москвы вторые по уровню дифференциации. А если в Москве убрать с отчетности правительства Российской Федерации, там Сбербанк, Центробанк, там Газпром, ну и так далее, чьи центральные офисы находятся в Москве. И там объективно, там есть слой, у которых больше доходов, потому что они в том числе, в некой мере, живут за счет всей страны. Если эту часть убрать, то мы оказываемся на первом месте. То есть у нас самая высокая дифференциация по уровню доходов и уровню жизни людей. То есть мы построили общество, общество с самыми, можно сказать, как мы изучали свою, помните, живут они по волочьим законам, да? То есть мы построили общество, где вот эти волочьи законы процветали и процветают, может быть, до сих пор в какой-то мере, больше, чем где-либо в других регионах страны. У нас, исходя из этого, больше всех было в стране обманутых дольщиков. Это тоже из этой жоперы. Болочий закон, готов. Человек вложил деньги, все ждет, квартиру. Их кинули, и он с деньгами пропал. И десятки тысяч людей оказались в брошенном состоянии. У нас больше всех, они в коммунальной сфере, в коммунальной сфере, в коммунальной сфере.